Как вы думаете, чем может заниматься в свободное время кандидат технических наук? Наверное, ходит в библиотеку. Но нет, наш сегодняшний герой предпочтет поднять вес в разы превышающий собственный. Знакомьтесь, Павел Силушин. Еще с детства будущий чемпион Европы по жиму-лежу умел сочетать науку и спорт. И даже не один вид спорта. Это началось 1 сентября, в тот день, когда Павел отправился в первый класс. В городе Сасово, где он родился и жил. Мы вместе с ребятами пошли 1 сентября поступать, записываться на секцию футбольную. Но получилось так, что тренера по футболу не было. Был тренер по баскетболу. Мы занимались баскетболом. И в итоге получается 10 с копеечками лет по плечам баскетбольной секции. Ну и потом и волейболем уже. Прийти в спортзал за одним, а заняться другим видом спорта – это нормальная ситуация для Павла. Так неоднократно происходило в его жизни. Но если учесть, что сейчас он добился больших результатов, изначально планируя заниматься вовсе не жимом, а борьбой, то напрашивается вывод – успешный человек будет успешен во всем. Что касается детства, то вырос Павел в режиме «школа», «домашнее задание», «спортивная секция», «другая спортивная секция». И так каждый день. На свет-то повлияли фильмы, которые тогда показывали. Они очень сильно мотивировали. И когда их смотрели, там Шварценеггер, Ван Дамм, Чак Норрис. Мы хотели быть похожими на них. Похожими, конечно, не внешне, а внутренними качествами, силой духа. Сам Павел признается, что с годами спорт превращается в философию, которая идет вместе с человеком. Нужно либо соответствовать ей на 100%, либо лучше за это не браться. Он выбрал первый путь и по сей день является примером и предметом удивления даже у своих коллег. Честь ради будет сказать, он, по-моему, уже 398 дней находится в состоянии диеты, так скажем. То есть у него прям жесткое питание, чтобы влазить в категорию. Я так не могу. Денис говорит, что бывали моменты, когда ему хотелось бросить занятия спортом. Но глядя на Павла Селушина, на то, как человек гнет свою линию, у Дениса происходила сильная мотивация. И все сомнения его быстро покидали. Но как же пришел Павел к занятиям пауэрлифтингом? Сначала он проникся борьбой. Когда-то, занимаясь баскетболом, в перерывах они с ребятами играли в настольный теннис. И тут... Практически так же случайно, уже успешно занимаясь борьбой, Павел и перешел на пауэрлифтинг. Тренируясь в спортзале в студенческие годы, он решил пообщаться с теми людьми, которые уже поднимали хорошие веса. Я пришел с борьбы, и дабы поднять свои силовые показатели, мы с ребятами разговаривали, они говорили о каких-то соревнованиях. Мы решили просто попробовать проходку сделать. Мне это получилось лучше, чем у остальных моего веса. И они сказали, можно поехать на соревнования. Ну, поехали, я их выиграл. Сейчас, объясняя то, как добиться успеха в пауэрлифтинге, Павел говорит, чтобы больше жать, нужно просто больше жать. Его техника нарабатывалась годами. Он добился того, чтобы во время жима работало все его тело, каждая мышца. Для этого он не только принимает правильную позу, поднимает большие веса, он также прорабатывает все мышцы на подсобных упражнениях уже после основной тренировки. Получается так, что это как в боксе, когда удар идет, он удар идет не с руки, а от ноги. Импульсом проходит как раз кулак. И получается это как раз удар. Здесь абсолютно то же самое. Все идет от ног, от мышц в груди, я руками жму, все доделаю. Что касается расписания самих тренировок, можно сказать, что Павел живет в спорте. Но несмотря на плотный график спортивных занятий, к любой тяжелой или легкой тренировке нужно подходить хорошо отдохнувшим. По словам Павла, иногда сон бывает полезнее нагрузок. К любой тренировке нужно подойти восстановленным. Неделя началась с понедельника, у нас была тяжелая тренировка вечером. Утром у нас была легкая тренировка плюс кардио. Вторник утром у нас кардио, вечером легкая тренировка. Легкая тренировка – это такая тренировка, после которой ты выходишь и как будто ты не тренировался. Среда была средняя тренировка, утром вечером кардио. Четверг утром кардио, вечером средняя тренировка. Пятница – утро кардио, вечером средняя тренировка, вечером кардио. Суббота – кардио, вечером кардио. Вечером легкая тренировка, утром нет ничего. И так каждый день. Сейчас Павел, готовясь к соревнованиям в Лас-Вегасе, которые пройдут с 16 по 18 сентября 2016 года, уже год тренируется в однослойной экипировке. Эта майка сделана из очень прочного материала, тяжело одевается. Она предохраняет спортсмена от травм и дает возможность поднять больший вес, заставляя мышцы тела работать по-особенному. Какой вес собирается поднять Павел на ближайших мировых соревнованиях, остается загадкой. В экипировочном жиме я новичок. И, скажем так, хочу стать для экипировочников некоторой угрозой. И поэтому, пускай это будет загадкой, какой вес я буду брать, чтобы им было интересно тренироваться и был стимул для каких-то баттлов на помосте. Поэтому не буду это говорить. Ну и также есть приметы, по которым я тоже не хотел озвучить этот вес. Выступать на Олимпии в Лас-Вегасе Павел будет в этой майке. Это отдельный дивизион, особенный вид спорта. Павел говорит, что майка очень прочная и шутит, что скорее она может порезать тело, чем порвется сама. Так она защищает спортсмена от сильных нагрузок. Ведь очевидно, что даже штанга прогибается от большого веса, а тело справляется. Где-то полтора года назад я травмировался на Кубке Кремля. Я оборвал грудное мышцу. За счет того, что эта майка меньше размеров, она, можно сказать, как некоторые называют, компрессионная. Как видели, она очень тяжело надевается. И тем самым она сжимает мышечную волоку. И опять же она оберегает меня. То есть риск получить травму, он сводится к минимуму. Имея такой бесценный опыт, сейчас Павел передает его своим подопечным. За полгода он может сделать из человека кандидата в мастера спорта. Но кто кого тренирует, еще остается загадкой. Когда мы рядом, он же не может схалтурить. Он не может выложиться на 99%. Он должен выложиться на 105%, на 110%. Он же для нас примерован, он это понимает. И мы это понимаем. То есть мы помогаем друг другу, мы отчасти тренируем друг друга. Сергей выбрал Павла себе как личного тренера в 2013 году. За это время он стал мастером спорта. Следующая его цель – выполнить элиту по жиму лежа. Но и Сергей помогает Павлу на соревнованиях. Они тренируются и выступают в команде. Знают, как посмотреть друг на друга, что сказать, где поддержать. Как снять штангу со стоек, чтобы напарнику было максимально комфортно. Спортсмены говорят, что жим лежа – это скорее психологический спорт. Они делают то, что, казалось бы, невозможно сделать. Это практикующий тренер. То есть он сам ездит на соревнования. Он обладает не только теоретическими знаниями. Он практически знает, как это делать. И если он из меня, человек, который не обладал спортивными званиями, на первых соревнованиях сделал КМС, а через два года мастер спорта международный класс, наверное, это говорит о том, что этот тренер хороший. Он знает, что нужно, как нужно, как меня подвести, что мне нужно делать, чтобы результат был. Работает Павел в одном из лучших фитнес-центров Рязани. Это дает ему возможность регулярно тренироваться. Ведь тренировки проходят совместно с его воспитанниками. Одновременно с этим Павел проявляет себя и в науке. Сейчас он нацелен написать и защитить докторскую диссертацию. В данный момент он кандидат технических наук. Это состояние души. Это то, что, наверное, приносит какое-то счастье мозгам. То есть развиваться нужно не только физически, но и духовно, и морально. Вот стараемся это делать. Чтобы быть, опять же, примером, когда люди говорят, что невозможно заниматься и тем, и тем одновременно. И получается, что те, кто занимается спортом, они, вроде как говорят, немножко тупыри. Мы доказываем обратно, что можно заниматься и спортом, можно заниматься также наукой. И причем успешно. За всю учебу в институте и в аспирантуре у Павла не было ни одного часа пропуска. Он ходил абсолютно на все. Он всегда находил время на тренировки, науку и работу. Спортсмены из команды Павла говорят, что все это возможно благодаря силе духа этого человека. Общаясь с ним, хочется и самому добиваться больших результатов, дышать полной грудью и жить насыщенно. Пожелаем Павлу удачи на всех его соревнованиях. А напоследок перечислим уже имеющиеся титулы. Павел Селушин, элита России по русскому и народному жиму. Мастер спорта международного класса по жиму лёжа. Шестикратный чемпион России и Европы по жиму лёжа. Региональный представитель Федерации Союз пауэрлифтеров России по Рязанской области. И это далеко не всё. В следующей программе «Человек в городе» мы познакомим вас с человеком, который из своей профессии делает настоящее шоу. Инженер-геодезист по своему второму образованию в свободное время со своим коллегой может исполнить портрет Юрия Гагарина на снегу с помощью оборудования GPS-навигации. После этого пошли другие заказы на подобного рода творчество. Но самая большая и давняя любовь Алексея Бусарова – это космос. С него и началось многое в жизни астронома-любителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова